Расскажу и покажу на примере набора именно ДЛТ. Все плотно, никаких люфтов здесь нет. Вот это так называемый холодный стык. Привет, тема сегодняшнего видео будет о финишной шпаклевке механизированными шпателями. Значит расскажу и покажу на примере набора именно ДЛТ, потому что и вопросы по нему были после ролика как мы убиваем плоскость, где я показывал какие шпателя у меня есть в арсенале. Многие спрашивали именно про этот набор, подойдет ли он, какое у него качество, стоит ли его покупать вообще, либо не стоит. Поэтому на примере вот этого набора покажу шпаклевание именно уже финишной шпаклевкой. Здесь стеклохолст у нас был отклеен. Шпаклевали мы в основном, вот у нас здесь первый этаж очень классно попало, что я могу здесь показать вам работу именно на шпателях уже, скажем так, чуть выше среднего. Да, это будет восьмидесятка. Почему она стоит на удочке? На удочке она неспроста. Вы знаете, что я немножко такой был противник удочки. Мне казалось, что удочкой нормально оттянуть нереально, но скажу так, что этой удочкой и этими шпателями это получилось. Причем получилось довольно комфортно по потолкам работа и удобно. Ну то есть удобно, качественно. Я даже сам не ожидал, что будет вот такой вот результат именно с удочки. Это все благодаря Андрюхе. Андрюха говорит, слушай, ну люди и работают. Ну давай попробуем. Я говорю, ну блин, ну как? Ну ты, у тебя один центр, грубо говоря, как ты будешь там прижимать? Говорит, ну давай я попробую хотя бы разглаживать. И вот он попробовал разгладить, потом я сложил удочку с ходули и уже оттягивал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И получилось довольно классно. Значит, смотрите, что касается по самому набору, почему как бы еще, в чем удобство. Набор-то с тремя размерами шпателей и в любом случае появляются какие-то зоны, где удобно применить тридцатку, то есть это какие-то расстояния там, допустим, от угла до двери небольшие, да. Над дверями здесь двери 2,40, потолки 2,80, да. 60-ку взял, протянул где-то над дверью и уже на плоскостях мы работали именно этими шпателями, показать работу, когда это можно, да, когда это можно себе позволить, потому что когда стены у нас с кучами проводов, с кучами каких-то выходов под бра туда-сюда, то большим шпателем работать крайне неудобно, поэтому там мы берем либо сороковки, у меня это олейник фирмы, либо 60-ка, да. 60-ка это здесь 55-ка, а 60-ка у меня олейник. Что касается самого вот этого адаптера, это все вообще идет в комплекте в кейсе, как и лезвия, да, лезвия у нас есть и мягкие, сразу их, короче, мы сложили в чемодан, поставили жесткие 0,5 лезвия. Что касается адаптера, в комплекте шестигранник, вот здесь шестигранником отпустили, выставили угол для атаки, удобный вам. Сам адаптер одевается в такой шип металлический у нас, да, есть здесь на конце с шариком, чтобы он не выскакивал. И, соответственно, шип паз, то есть вы по-другому не оденете. Попали и до конца зафиксировали. Все жестко, да, то есть здесь организовано крепление на двух заклепках со стороны. Пластик довольно жесткий, то есть он не какой-то резиновый, он там не болтается как-то там прям как резина, да, все жестко. И по самой удочке, то есть она, зол вот такой длины раскладывается, где-то метра, наверное, 2-2,10, 2,20 даже может. Соединения вот эти, которые у нас вот здесь вот, тоже все плотно, никаких люфтов здесь нет, что здесь, что вот здесь. При работе с пола, опять же, работать можно, но, скажем так, больший контроль именно за шпателем, за съемом я понял для себя, что именно сходуль, когда ты вот в таком режиме, самом коротком, ставишь удочку, выставляешь, вернее, вот эту вот телескопическую часть и работаешь по потолку. Места соединения насчет холодных стыков, да, частые вопросы. Они немного есть, но ввиду того, что, допустим, на первом слое это практически вообще незаметно, так как мы работали по грунт краски и у нас снижена была и выровнена впитываемость, материал не подсыхал быстро и эти соединения вообще практически были незаметны. На втором слое влага из второго слоя в первый уходит чуть быстрее. Эти моменты заметны под лампу лосева особенно, да, но это все убирается шлифовкой без перитиров каких-то, без просыпаний. Итак, что касается стен. Почему по стенам неудобно? Потому что у нас есть определенная высота. Мы поставили, мы ведем, ведем и в какой-то момент нам неудобно. То есть мы, когда даже присядем, мы упремся в пол вот этим вот углом и соединиться вверх то же самое. Нам придется ломать угол. А как только мы ломаем угол, у нас шпатель начинает уже тот материал, который мы оттянули, чуть воду отдал. Этим мы на него заходим. Заламывая угол, мы делаем затяжки. Затяжки тоже нужно понимать, где они в пределах нормального, да, то есть визуально кажется затяжка, но на самом деле это переход нормальный. Он потом, когда шпаклевка высыхает, вот так вот вы рукой проводите, он не сыпется. Это нормальный переход. Но есть затяжки, когда вы практически слой снимается, да, и эти места, они как ямы остаются, они высыпаются пальцами. Вот это уже затяжки. И при вот этом изломе угла, что вниз, что вверх, скажем так, неизбежном, получается, что с удочки не совсем как бы комфортно работать. Плюс подойти к углу на большой высоте, вот как здесь, 2,80, да, и даже если мы там удлиним удочку, все, мы там достаем нормально. Но поставить шпатель быстро и не уткнув его в потолок уже отшпаклеванный, да, это и убивается время, пока ты попадешь в этот угол. Потом углы, где у нас одна стена, вторая стена и потолок сходится, в самых уголках оттягиваются, все равно приходится залезать на стремянку, где-то дорабатывать шпателями вспомогательными уже. Поэтому стены мы здесь покрывали, мы снимали с адаптера 80-ку, и стены валили уже вручную. Подпрыгнул на стремяночку, быстренько оттянул сверху, снизу, Андрей наносит, я оттягиваю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это такой процесс выстроен у нас. Шпателя на сам адаптер одеваются. Здесь есть вот такие вот задвижки, они под конус идут, зажимают шпатель. Отодвинули, шпатель выняли, точно так же вставили в раздвинутом положении, фиксируя вот эти вот вещи. И зажали уже снизу. Он и так держится здесь очень жестко, и очень жестко заходит шпатель в сам адаптер. Ну и плюс еще здесь фиксируется. Это что касается именно фиксации самого шпателя в адаптере. Покажу результат шпаклевки под лосево. Сейчас повыключаю свет, покажу. И посмотрите, что получается до шлифовки. Я думаю, что все вы понимаете, что лосев это выжигалка, это увеличилка. И некоторые там могут подумать, что там, не знаю, поверхность где-то плохо отшпаклевана или еще что-то. Да, я вам для примера сейчас вот на этой стенке покажу под лосево и под прожектор. Итак, включаю лампу лосево. Что мы видим? Про затяжки, то, что я говорил, да, они даже вообще никак не сыплются, ничего не делается. Это вот место перехода сверху вниз. Вот это так называемый холодный стык. Под лосево кажется, что здесь прям горб. Реально, здесь никакого горба нет. Небольшой наплыв шпаклевки, который легко сошлифуется 220-м абразивом, будет сплошной монолит. Вот ширина, которую наносит, допустим, мне Андрей. Пока я оттягиваю, он наносит следующий участок. Небольшие какие-то моменты где-то, они есть, но это вообще не критично, это как бы вообще нормально, да. Это то, что мы видим, то, что мы видим именно под лампу лосево. Сейчас выключу лосево и включу прожектор. Вот он у меня стоит буквально там в двух-полутора метрах. Двойной прожектор, два по 100 Вт, да. Включим, посмотрим сбоку, что он нам покажет. Так, включаю прожектор. Короче, под прожектор здесь, честно говоря, если валиком с большой шубой закатать, то здесь готовая поверхность, здесь даже, ну как бы шлифовать нечего, да. Вот этот вот переход, он практически не виден. То есть это надо вот подойти реально близко, как бы посмотреть на него. То есть насколько свет нам показывает боковой, то, что мы в принципе при 200 Вт прожекторах, мы не видим практически, и когда произойдет шлифовка под лампу лосево, и уберутся все вот эти нюансы и моменты, то при безвоздушной покраске вы в жизни здесь не увидите никаких артефактов и ничего остального. А здесь, кстати, подготовка вообще под декор, под аточента. Подводя итоги, вообще, что касается шпаклевки финишной, да, почему вот предыдущие ролики были у меня, ролик назывался по поглощению и водоудержанию, на что это влияет? Мы сами можем процесс этот регулировать за счет грунтов, сами создавая себе комфортную работу и правильное высыхание материалов. Механизированные шпателя, как бы, ну, тема классная. Ну и опыт, опыт все равно, как бы, играет роль, навык поведения шпателей, правильный угол атаки, работа на набор толщины, работа на подрезке, все вместе это, как бы, это не может быть вот так вот, увидел, посмотрел ролик, схватил шпателя и все получилось. Ребят, ну, как бы, нужен опыт в любом случае. Поэтому я надеюсь, что информация была полезной по финишной шпаклевке с удочки, большими размерами шпателей. Если так, ставим пальцы вверх. С вами, как всегда, был канал о ремонте и отделке про Семинар Брест. Меня зовут Юрий, подписывайтесь на канал. А я желаю всем удачи, крепкого здоровья, до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!